Ирина Александровна, вот такой у нас к вам вопрос. Лето, как известно, сезон тёплый, и вот этот вот тёплый сезон очень любят всякие ползучие гады, типа гадюк, различных змей. Вот расскажите, пожалуйста, в ваше отделение часто ли вообще люди обращаются с укусами? Во-первых, змеи любят не только тепло, но и влагу. Когда пройдёт дождь, они выползают из своих гнёзд и уже активизируются непосредственно по всей природе нашей Рязанской области. Непосредственно в наше отделение приёмная больница Симашка за этот сезон не было ещё ни единого обращения, но мы всегда на готове оказать первую помощь, как и все приёмные отделения больниц нашего города. У нас, наверное, люди чаще всё-таки предпочитают в другие отделения уезжать, да, в другие больницы? Многие обращаются в первую, которая попадается по дороге, потому что помощь всё-таки экстренная, люди напуганные. Но стараются обращаться всё-таки в специализированные учреждения, это больницы скорой помощи, наша Рязанская, в травмцентры нашего города. Всё-таки больше туда обращаются. И всё же, страшен ли чёрт, как его молюют? На самом деле укус гадюки настолько опасен? Укус любого животного опасен, то есть несёт в себе опасность, но не нужно паниковать. Летальных исходов крайне мало при укусе гадюки, потому что обычно помощь оказывается вовремя, люди не затягивают с обращениями и не приводят часто к смерти. Но не исключено, потому что часто люди, которые подверглись укусу, они страдают ещё какими-то дополнительными хроническими заболеваниями, что, конечно, отягощает течение экстренной ситуации. Поэтому к смерти привести, конечно, может. Вы до записи говорили о том, что, возможно, даже люди чаще пугаются больше. Когда происходит такая экстренная ситуация, всё-таки она происходит не каждый день с людьми, они очень волнуются, пугаются, и это наносит больше вреда, конечно. Потому что первое, что нужно сделать при укусе, это успокоиться самому, успокоить пострадавшего, и поэтому грамотно оказывать уже помощь на трезвый ум, на трезвый рассудок. И всё же у нас и детские лагеря работают, и люди сейчас пойдут по ягодке, по грибочке, это святое дело, да? И нередко они ходят в одиночку. Что с собой необходимо брать на экстренный случай, чтобы предостеречь себя от каких-то там тяжёлых последствий уже? Ну, конечно, первая моя рекомендация будет не ходить одному в места, где точно, вы знаете, есть гадюки. То есть обязательно хотя бы кого-то брать с собой за компанию. Если вы всё-таки пошли туда один, обезопасьте себя. Наденьте сапоги резиновые с высоким голенищем, закрытую одежду, и обязательно возьмёте с собой палку. Потому что если трава высокая, вы можете не заметить, и идёте, и траву раздвигаете этой палкой, чтобы посмотреть впереди себя, а не наступите ли вы в гнездо гадюки. Вопрос вот лично от меня. Укус в ногу и укус в предплечье, они вот по опасности как-то вообще отличаются, или одно и то же получается? В принципе, укус в конечность можно расценивать как менее опасный, в плане того, что её легче обездвижить. То есть, в принципе, человек не должен после укуса совершать лишних телодвижений, потому что любое движение мышц будет увеличивать скорость распространения яда. Поэтому конечность нужно обязательно будет зафиксировать, либо из подручных материалов соорудить шину, как при переломе, то есть взять какую-нибудь палку и косынкой, либо какими-то бинтами, если вдруг с собой человек взял, всё это зафиксировать, либо хотя бы прибинтовать к телу, либо ногу, к ноге. Поэтому обездвижить конечность, конечно, легче. Ну вот вы уже сказали, что там высокие сапоги и палку с собой взять. Что ещё с собой можно взять? Обязательно нужно брать с собой воду. Воду или чай. Потому что при укусе нужно обязательно первое, с чем бороться, это с интоксикацией. То есть яд уже в организме, яд распространяется. И чтобы снизить все симптомы, нужно больше пить воды, чая, ни в коем случае не употреблять алкоголь. Потому что алкогольная интоксикация на интоксикацию ядом наслаивается, и состояние будет очень тяжёло. Кому тяжелее всё-таки удаётся переживать, переносить вот укусы ядовитых змей? Ну, как я уже говорила, что тяжелее переносят люди пожилого возраста, с тяжёлой сердечно-сосудистой патологией, с сопутствующим сахарным диабетом. И, конечно, дети, потому что их очень трудно зафиксировать, обездвижить, потому что им хочется всё время двигаться. И из-за юности возраста, маленького веса, переносят они гораздо тяжелее. Ну, мы уже знаем, что с собой необходимо взять в лес, на природу, на речку и так далее. В случае, если, не дай бог, всё-таки уже укусил змея, что делать? Прямо первые же какие движения должны быть? Нужно соблюдать первый закон оказания любой помощи. Не навредить. Нужно взять себя в руки, успокоиться. Успокоить пострадавшего. Потому что, чтобы оказывать грамотную помощь, нужен ясный ум. Паника не помощник в этой ситуации. Человека нужно обездвижить, то есть принять горизонтальное положение. Желательно, конечно, срогить какие-то носилки, либо донести его на себе до машины, либо вызвать скорую помощь, если есть такая возможность. Если укус произошёл в конечность, её нужно освободить от одежды, на которой может оставаться следы яда. Обязательно нужно снять кольца, браслеты, часы, потому что укушенная конечность будет обязательно отекать, и потом очень будет затруднительно всё это с неё снимать. Ни в коем случае не нужно ни прижигать, ни разрезать, ни обрабатывать марганцовкой зону укуса. Помощи от этой никакой не будет, в принципе, только увеличатся ворота для инфекции. Нужно будет наложить тугую повязку и зафиксировать конечность. То есть из подручных материалов соорудить шину, и повязка это всё зафиксировать. Повязка должна быть не слишком тугая, потому что нужно сохранить кровоток, чтобы не вызвать гангрену, то есть не усугубить всё состояние. На практике это выглядит, как накладывается несколько туров бинта, либо косынки, и под неё должен свободно проходить палец. То есть если всё правильно сделано, то конечность будет зафиксирована, но не туго. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, как в многих рекомендациях советуют. По последним данным, наложение жгута только усугубляет течение данного состояния. То есть приводит к гангрене практически в 100% случаев. Вот после всех этих манипуляций, сколько примерно будет времени у человека, чтобы добраться до больницы и без каких-либо последствий уже получить свою инъекцию и дальнейшую медицинскую помощь? За медицинской помощью нужно обращаться в любом случае, при любом укусе змеи. Потому что, во-первых, вы не можете быть точно уверены, ядовитая ли змея вас укусила. Сами вы это определить не сможете. Обычно змея кусает и уползает. То есть вы её не видели, а укус есть. То есть любой укус нужно расценивать как заведомо ядовитый. И за помощью нужно обращаться обязательно, не откладывать на завтра, послезавтра. Даже если вы далеко находитесь от медицинского учреждения, первое, что вам нужно, туда обратиться. Конечно, введение противозмеиной сыворотки, которая производится в медицинских учреждениях, оно эффективно в первые несколько часов. Но даже если вы приедете позже, врач должен осмотреть вас, поставить правильный диагноз и оказать повсильную помощь. Ирина Александровна, в какой период наиболее опасный укус всё-таки в начале лета, в конце? Наиболее опасный укус всё-таки в августе месяце. Ближе к осени, потому что тогда змеи активизируются, выползают больше, чаще своих нёзд. И месяц довольно влажный, уже близко к осени, а влажные змеи любят. Они чаще и селятся в влажных, тёплых местах. Поэтому в августе нужно быть более настороженным при посещении леса. То есть они вот именно в августе уже более агрессивными становятся, правильно? Змея не проявляет сама агрессии. Змея никогда не укусит, если не будет чувствовать опасности от вас. То есть если в лесу вы зрительно встретили змею, если вы не совершаете резких движений, если вы её не пугаете, то есть она не чувствует, что вы её уражаете, она сама никогда не бросится. Только в целях самозащиты. Тем более даже при нанесении укуса не всегда змея выпускает яд. То есть у змеи может быть предупредительный укус. Даже у ядовитой. Поэтому точно быть уверенными нельзя. Да, но здесь тоже можно провести параллели с людьми. Люди тоже не всегда кидаются. Ну да, в случае опасности чаще. Ирина Александровна, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Спасибо за интересную беседу. Надеюсь, что мы с вами сегодня просветим много зрителей, и они услышат нас, и смогут сами себе помочь в экстренной ситуации. Хотя не дай бог, конечно. Предупреждён, значит вооружён. Совершенно верно. Спасибо ещё раз. Это была программа «Семь минут». Мы с вами скоро увидимся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин